Я Лёша из Беларуси. А, я Дима из Караганды. Вы казах или русский? Русский. Ну, я, наверное, неправильно спросил. Я имел в виду, у вас гражданство Казахстана? Да, 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 я русский здесь родился, вырос, вот живу здесь. Ну, поздравляю вас с выборами президента вашего нового. Его мы прям выбрали. А что, нет? Ну, возможно, но в этом, кстати, в этот раз явка была минимальная, особенно в юге, там, в Алма-Ате прям минимальная явка была. Но он типа с отрывом выиграл. Ну, честно, доверия полного нету, что это всё вот прям по-честному. А есть сомнения, да, какие-то? Да, потому что очень долго живём вот в такой системе, где за нас, так скажем, выбирают. Поэтому очень трудно в это поверить. Ну, а вы ходили вообще конкретно на выборы? Да, ходили. И за кого голосовали? За Такаева. За Такаева? И всё равно не верите, что он выиграл? Что-то непонятное. Ну, я так думаю, что практически весь юг, скорее всего, за другого кандидата голосовал. За своих, так скажем, они голосовали. Но я вот вижу, во-первых, я вот сейчас открыл в Википедии, вы говорите, что низкая явка написана 70%, 70% вы считаете это низкая явка? Да, в отличие от других выборов, там в прошлые разы показывал чуть ли не стопроцентная явка, что тоже является фикцией какой-то. Ну, конечно. И очевидно, что фикция. Так вот, написано, первое место Такаев, а второе место за Такаевым против всех. Да, ты что, даже такое было. Нет, так конкретно вот в этих выборах, вот у вас президентские выборы в Казахстане в 2022. Я открыл Такаев, набрал 81%, ну, 81%, будем считать, и второе место против всех почти 6%. А на третьем месте Жигули Дайрабаев. Вот даже, кстати, то, что на втором месте позиция против всех, уже некий такой показатель, что, наверное, все-таки люди голосовали против всех. Может быть, там цифры подменили, конечно. А это разве... Ну, то есть, я не могу себе представить, человек такой сидит, думает, блин, ну там же, наверное, Такаев 100% победит. Пойду-ка я на выборы и проголосую против всех. Ну да, это тоже... Ну, протест, наверное, какой-то собственный внутренний. Так они проще, лучше вообще не ходить на выборы? То есть, вот протест, низкая явка. Я не пошел на выборы, потому что выборы мне не это. Вместо того, чтобы пойти и проголосовать против всех зачем-то. Чтобы, наверное, знаешь, в какой-то момент потом самому себе не говорить, что я ничего не делал, типа, может, поэтому... Ну, вот у нас же как люди обычно либо жалуются, да, за нас все решили, ну, и все такое. Ну, мы, допустим, с супругой прошли, пошли, проголосовали. Но и в то же время так же мы сидим и говорим, да, за нас все решили. Но мы хотя бы знаем, что свою галочку мы поставили, то есть, какое-то участие мы приняли. Но мне тут тоже непонятно. Но вы же проголосовали как раз за человека, который победил. То есть, у вас, по идее, должен устраивать результат выборов. Но вы почему-то как-то так к этому относитесь все равно... Да, меня лично устраивает, что, допустим, Такаев президент, потому что, ну, мы не видим другой лучшей кандидатуры. Ну, я не вижу. Но я, опять же, повторюсь, мы же знаем, по какой риторике наше государство жило очень много лет, допустим. Это вы знаете, а мы в Беларуси не знаем, по какой риторике у вас жило. Назарбаев, в принципе, как и ваш Александр Григорьевич, выбирался всегда чуть ли не на 100%. Чуть ли вот не 100%. Хотя вся страна знает, что весь аппарат президента и весь Сенат – это его родственники, что там круговая порука кругом. И все равно всегда выигрывает Назарбаев. Соответственно, на вывод можно сделать, что вряд ли люди прям за него голосовали. Но он всегда выигрывал. А что сейчас изменилось в государственном аппарате Казахстана, что помешает Такаеву то же самое сделать, что было при Назарбаеве? То есть все будет круговая порука только в пользу Такаева? Он обещал нам новый Казахстан и все такое. А вот, допустим, недавно был какой-то странный митинг в Астане, там в количестве 300 человек. А их арестовали так же, как при Назарбаеве арестовывали. Получается, нового Казахстана не получилось. Ну, то есть вы действительно думали, что придет новый, давайте я скажу в кавычках, хан, который поделится своей властью со всеми, а не будет мести по-старому? Я так не думал. Вы так не думали, но проголосовали все равно. Я не могу понять просто, почему вы все равно за Такаева проголосовали. Потому что другой нет. Я понял, я так уточню. Я так понимаю, что, ну, например, вас устраивает Такаев как президент, но вас не устраивает само голосование выбора. То есть выборы были неправильные, что ли? То есть могли быть какие-то более лучшие кандидаты допущены у вас или что? Нет, вот как раз таки, почему я за него голосовал, потому что других кандидатов не вижу. Но у нас вскрылись случаи со вбросами, уже это как бы, ну, дает вот такой негатив. Ну, смотрите, вот в Беларуси, например, Лукашенко взял перед выборами, посадил троих возможных кандидатов. Так у вас, может, в Казахстане то же самое было? Я просто, я это уточняю. Возможно, посадили, возможно, но вот даже те личности, которые кандидатами были, мы их знать не знаем, вообще не знаем ни их политической деятельности, ни какая у них была программа, какую пользу они привносили, вот почему именно за них нам бы надо было голосовать. То есть, знаете, как будто просто нарисовали каких-то вот для видимости. Ну, так и есть, очевидно, я могу себе это представить. Так может, в этом претензия как раз к властям Казахстана. То есть, они выбрали себе в оппоненты непонятных чуваков, каких-то никому неизвестных, и как бы соревновались с тенью, грубо говоря, как из боксерского сленга. Так а у вас есть какие-то реальные оппозиционные политики, которые там в опале где-нибудь уехали, вообще никого нет? Всех разогнали, да? Их и не было никогда особо. Ну, как это не было? То есть, всех все устраивает такое, нормально, нормально. В Казахстане все нормально, в принципе. Ну, глушили. Их просто, ну... Ну, вот я про это и спрашиваю. Глушили. Да в целом, в целом, я вам скажу так, риторика политики ровно, точно такая же, как и в России, как и в Белоруссии. Не зря все-таки эти три личности были во главе развала Советского Союза. А, вы против развала Советского Союза? Нет, нет, мне без разницы. Я исхожу из того, что изменения – это лучше, чем неизменения какие-то. Кстати, кстати, раз вы русский... Вы, кстати, где-то, наверное, в Павлодаре, где-то, в Каменогорске, где-то в том... Караганда. Где-где? Караганда. А, Караганда. Как там вот именно отношения к русским? Нету казахо-бандеровцев, которые требуют отменить русский язык? Короче, Карагандинская область – это центральный Казахстан. И, пожалуй, скорее всего, это самая русскоязычная область в Казахстане. Здесь очень много русскоговорящих. И очень много казахов, которые сами казахский язык не знают. И вот мне 34 года, я здесь родился и вырос, за всю мою жизнь ни шепотом, ни в упрек, ни за спиной. Никто мне никогда слова не говорил, что я не знаю государственного языка. Такого не было. А вы казахский знаете, в принципе? Только поверхностно, так, кратко изъясниться, совсем мало, так скажем. При том, при всем, что в школе, да, нас везде же учат, у нас же в школах он преподается, и в университетах, и в колледжах. Но система преподавания такая, что ты вообще его не выучишь. Мне нужен как бы, чтобы выучить, не знаю, что говорят, нужно с носителем языка просто общаться. Вот диалоговое обучение, оно быстрее людей учит разговору. А у нас вот это правило, грамматика, пунктуация, окончание, склонение. Ну вот, 11 лет это в школе вдалбливают, потом еще 4 года в университете, и на выходе даже не каждый казах в итоге умеет по-казахски разговаривать. Ну, то есть я считаю, что здесь немного неправильно язык преподают. А сейчас нет ощущения, что как-то начало что-то в эту сторону более... Потому что сделать Казахстан более казахстанским появляться вот на фоне этой войны. Допустим, на юге Казахстана, там прям плотно казахскоязычное население. Там русские, которые... Это где Шимкент, да, вот там? Да, Тарас, вот такие места, да. Там русские, многие на казахском языке получше карагандинских казахов общаются. Я знаю, почему там так происходит. Там, да, некое давление происходит. То есть там будут, так скажем, на улице ребята тебя шпынять до тех пор, пока ты с ними не заговоришь по-казахски. В Казахстане такого не было, лично я ни разу не сталкивался. Никогда вообще ни с кем, друзей казахов много. Ну вот честно, вот как есть говорю. Но знаю случаи в других областях, когда, да, могут преподнести за это, сказать, почему не говоришь по-казахски. А в принципе в Казахстане государственный язык казахский или казахский-русский? Казахский и второй русский. Но хотят убрать статус второго государственного русского языка. Уже есть такие предпосылки. И что вы по этому поводу думаете? Убирать, нет? Я бы не хотел, чтобы так сделали. Ну, вам будет неудобно, я понимаю. А в принципе, вы как считаете, правильно? Я считаю, правильно. Неправильно. Чтобы надо было, чтобы два было языка национальных. Ну да, все-таки, ну, грубая процентность, ну, 40% все-таки населения русскими, украинцами, ну, русскоговорящими людьми. И очень будет сложно. И, наверное, даже будет очень досадно. Возможно, будут и возмущения какие-то массовые. Ну, а вот то, что в Украине сейчас происходит, вы какую сторону поддерживаете там? Блин, такой вопрос... Я бы лучше так же сказал, даже не что вы поддерживаете, а вот вообще в Казахстане какие. Ну, вот в Караганде давайте, ладно, провести в Казахстане. Мы в Караганде какие веяния? Я сначала за себя отвечу, что так как сижу здесь, я в Казахстане, и знаю, что мне не грозит ни мобилизация, да, ну, знаю, что завтра и послезавтра я проснусь, у нас будет мирное небо. Я понимаю, что мое мнение, оно, конечно, будет, ну, такое, диванное. Диванное, сытое, знаете, как бы, мирное, и оно, может быть, будет даже и предвзятое. Поэтому я выбираю сторону своей семьи, своего холодильника, потому что, когда телевизор перестанет говорить, начнет говорить холодильник, ну, старая мудрость такая. А в целом, как в стране, риторика такая, и у правительства не поддерживают Россию, поддерживают Украину. Слушай, не очень понятно, за что Россия вообще воюет, то есть, чего она хочет. Вот мне, честно говоря, вообще непонятно. Я даже не берусь в целом рассуждать насчет России в целом. Знаете, как говорится, я люблю Россию, но не люблю ее государство. Вот государство России, да, реально непонятно, к чему стремится, чего хочет добиться. А вот сама Россия в лице народа, ну, это, короче, страдания будут в дальнейшем большие для народа. А, кстати, а понаехавших сейчас с Россией у вас много? Они уже поуезжали все. Они, знаете, здесь как транзитом были частично. Вот, то есть, у нас, по-моему, в Карагандинскую область заехало 11 тысяч россиян, и они все уже поуезжали, практически все. Они здесь передислокация какая-то здесь посидели, в цонах наших пооформляли документы, загранпаспорта, чтобы уехать, допустим, в Узбекистан, ну, и кто куда. Кто там в Америку, может быть, Турция. Потому что в Казахстане жизнь, так скажем, такая же, как в России, в плане достатков, в плане менталитетов, все такое же. Типа, что они там поменяли лучшее на худшее. Вот они приехали здесь, отсиделись, короче, загранпаспорта себе сделали и посваливали все. А вы вообще в России часто бываете или там давно были? Я один раз был в России, два года прожил там по работе. Я думаю, вам кажется, что менталитет один и тот же. Поверьте, даже в Беларуси отличается, чем в России. И я думаю, в Казахстане... Ну, во-первых, самое главное отличие – это отсутствие вот этой имперскости, когда вам хочется кому-то говорить, что им надо делать. То есть вы... Ты прав, да. Я думаю, вы в Казахстане сидите и думаете, как бы вам счастливо жить просто, да? Собственно, то же самое в Украине, то же самое в Беларуси. А в России... Вот у них туалет на улице, но пойти сказать, что вы там, не знаю, мужики друг с другом целуются – это нельзя так у вас в стране делать. Или у вас там язык, ещё что-то. Вот пойти другим сказать, как им жить – это вот в этом счастье для них. Как я понял, я как я понял после начала войны. Поэтому всё-таки менталитет, мне кажется... Есть вот эти понятия, там, реваншизм, империализм, да? Вот тут всё правильно ты говоришь. Так оно есть. Ну, просто я почему про менталитет сказал? Всё-таки, так или иначе, мы все республики выходцы из Советского Союза, и, грубо говоря, процентов на 70 менталитет какой-то общий присутствует, а всё остальное уже, так скажем, примеси национальных менталитетов. Да, возможно, но мне кажется, просто мы именно, что мы в такой иллюзии прибыл. Мне кажется, вот этот 70% где-то присутствовало до начала нулевых, а потом уже довольно сильное различие началось. Я уж особенно у молодёжи, я думаю, что там 25-летние и младшие, они вообще конкретно различаются, как мне кажется. Ну вот я, извини, перебил то, что... Был, получается, вот когда вот эти два года жил, это был 16-18 год, я жил в Подмосковье, город Лобня. Ну, это аэропорт Шереметьево, ну, такое близкое к Москве самой. И вот тот круг общения с ребятами, с которыми я общался, ну, я чувствовал себя как дома, ну, в общении с ними. То есть не видел никакой разницы, люди, на которых я работал, они сами были, два брата, сами были белорусы. Евгений и Стас Левашкевич хорошие ребята, они когда-то с Сахалина приехали в Москву, сделали бизнес рекламный, я у них монтажником работал, мне понравилось. Но заметил такое, что... Я прошу прощения, монтажником, видимо, видеомонтаж, да? Не-не, монтажник-высотник, билборды, высотные вывески, буквы, светодиодные, такое всё. Понятно. И получается, заметил вот эту молодёжь развратную. Для меня тогда было диковато, потому что в Казахстане я её не наблюдал. Ну, вот это слишком вычурное, яркое, вот эти розовые волосы, крашеные ногти, ну, вот эти слушают там Маргинштерна. Я там не берусь осуждать, но в целом культура грязная. Ну, это грязь какая-то. Ну, слушай, ну, это же Москва, это столица, это в некотором смысле... Ну, это не очень такое верное сравнение. Если бы ты это видел в каком-нибудь Нижнем Новгороде, даже, нет, Нижнем Новгороде тоже, не знаю, какая-нибудь Иваново там, или в каком-нибудь Саратове, вот тогда можно было бы сказать. А так как это столица, это тем более имперская столица, где вот всё богатство туда стягивается, конечно, там разврат, похоть, наркотики и прочее. Я думаю, мне кажется, что и в Астане у вас, или в Алмате такое тоже можно найти вполне. Уже появилось вот последний год-два. Да я буквально вчера на работу ехал, со мной в автобусе рядом сидел парень. Я, честно говоря, был в больших сомнениях, что вот он мужик, так скажем. Потому что, ну, там, я от него не шарохался, там, ничего, но я вот на него как бы взглянул, он очень сильно женственный у него, атрибутика женская была при нём же. Я думаю, ну, вот и всё, вот и здесь у нас тоже как бы всё есть. Ну, хорошо, а что, мне тоже тут не очень понятно, а что в этом плохого? Вот прикинь, парень родился, и его, я не знаю, ну, вот он не чувствует, что он мужик. И вот ему хочется, там, например, либо одевать женское бельё, либо вообще он себя ощущает женщиной. То есть, а что, ну, то есть, вот мне непонятно, почему это должно вызывать отторжение. Вот, объясню от себя же, объясню. Я-то как человек, допустим, в семье медиков рос, и у меня супруга медик, и так интересуюсь поверхностно, знаете, там, психиатрией, нравятся мне некоторые моменты, я убеждён в том, что это, ну, так скажем, это какое-то... Психическое отклонение, да? Устройство, да. То есть, и это можно вылечить даже, да? Насчёт вылечить, нет, психиатрия имеет очень огромную размытую грань в плане как наука и как лечащая медицина, вообще там никто выздоравливающим оттуда не выходит. Выходят просто изменившимися. Но я не порохаюсь, не осуждаю, потому что я понимаю, сейчас такое время, и так как очень сейчас открыт стал вопрос о психических состояниях людей, раньше просто многие стеснялись это обсуждать, эта тема не была поднята, как сейчас, может быть, заметили, стало очень много психотерапевтов, очень много выяснилось там людей с биполярными расстройствами. Раньше об этом молчали, а сейчас стали открыто говорить. Я понимаю, что это люди такие же заслуживающие всего того же, что я заслуживаю, я их не осуждаю, я просто... Да, речи нет, мне немного диковато. Знаешь почему? Потому что Караганда, это своё время, да, Карлаговское вот место, где я вот живу под Карагандой, 30 километров небольшой городок Абай, вокруг Абая 6 лагерей. Они ныне действующие, 6 лагерей, и как ни крути, во дворах, вот мы росли, все пацаны как бы со дворов, да, вот эти зоновские понятия и всё это, оно настолько в крови, так скажем, пропитано в нашем воспитании, что вот когда ты вырастаешь, ты уже пытаешься вот эти стереотипы выкинуть из себя, но что-то всё-таки остаётся, и когда ты впервые обращаешь внимание на такого неформального человека, сначала тебе это пугает, но так как я, допустим, считаю себя человеком начитанным, я сразу начну анализировать и просто думаю, а что если бы я был на его месте, я бы не хотел осуждения, и поэтому я к людям, ко всем стараюсь хорошо относиться, ну не отчуждаю никого как бы от общества. Ну, в любом случае, мне кажется, это психическое отклонение, если оно есть, конечно, я так не считаю, что это психическое отклонение, но предположим, оно намного менее опасно, чем то, когда ты считаешь, что в другой стране есть нацисты, которых надо бомбить, и есть другой народ, которых надо освобождать. Ладно, спасибо за разговор, хорошего вам дня, я так понимаю, что у вас там уже день, наверное, там где-то час дня, видимо, да? Час дня. Час дня. Хорошего вам дня, ну и мирного неба над Казахстаном, чтобы, не знаю, чтобы ваш президент новый был хорошим, не знаю, всего хорошего вам. Слова вам тоже пожелаю всего хорошего, и чтобы сбывалось то, к чему стремится белорусский народ, чтобы все сбывалось мирно и по-доброму, чтобы у вас все было. Мы будем стараться, вашими молитвами, спасибо. Счастливо. Ну вот, приятно разговаривать, извините, что мы тоже в разное сворачиваем, мне только все-таки, мне с ним все-таки не очень понятно, интересно, вот человек сходил, проголосовал, сходил на выборы, проголосовал за Такаева, но при этом, вот полное у него, ну у меня такое ощущение, что он, ну вот найти выборы, смотрит как-то негативно все равно, но при этом все равно сходил. Удивительно. Стоит. Спасибо.